Ну что, пришел небольшой дождик, и это, по-моему, только украшает наш эфир, потому что это экстрим. Да, надеюсь, он ни в коем случае не подмочит нашу репутацию сегодня. Кстати, самое время поговорить на такую важную тему, как загрязненность нашего города. Ты согласен, что все-таки эта проблема существует? Абсолютно согласен, и более того, скажу, что меня вот волнует вопрос. Поели мы с тобой, например, свежую ароматную дыньку, а куда потом девается этот мусор? Ну, я думаю, что на этот вопрос нам сегодня как раз-таки ответит директор государственного унитарного предприятия «Крымэкоресурсы» Денис Попко. Мы вас приветствуем в нашей студии. Доброе утро. Денис, доброе утро. Давайте мы сделаем так. Мы стали под один зонтик, а вам другой. Раз уж так в тесноте, да не в обиде, как говорится. Денис, насколько сейчас изменился, во-первых, традиционный вопрос. Как началось утро вашего нового дня? Утро началось хорошо. Садим с вами вместе на крышу вашей новой студии. Хорошее место, интересная задумка. Утро началось с ежедневного объезда симферопольских контейнерных площадок. То есть у вас начинается оно так активно? Да, потому что все-таки Симферополь столица республики. То есть у нас есть отдельное подразделение, которое контролирует вывоз именно по Симферополю. То есть, опять же, вопрос соблюдения графиков. Ну и если сам не посмотришь, то есть это самый главный результат. То есть надо проверять все самому. Ну и, соответственно, по тем вопросам, которые сейчас возникают по вывозу твердокоммунальных отходов по республике, на последнем выездном совещании тоже поднимался с главой республики этот вопрос по мусору, по вывозу ТКО. Чтобы понимали, региональный оператор в лице ГУП РК Крымэкоресурсы несет ответственность за вывоз ТКО из контейнерных баков и уборку того, что просыпалось при погрузке. То есть за содержание контейнерных площадок, то есть то, что мы видим, что они должны санитарно обрабатываться, ну мыться, тем более, должна быть на них производиться уборка. Это, конечно, ответственный муниципалитет. То есть мы сейчас делаем эту работу, понимаем, что перекладывать ту работу, которую сделать можем мы, мы не делаем. Мы все сами убираем, забираем и пятиметровую зону, но, опять же, это зона ответственности муниципалитета. То есть вы сказали, что необходимо еще и мыть, и санобрабатывать. Конечно, да. Мы для того, чтобы санобрабатывать контейнера, потому что мы понимаем, что фрукты, овощи, летний сезон, то есть это запахи, это фильтрат, то есть контейнера, конечно, однозначно надо мыть. А чем мыть, как обработать? В Крымэкоресурсах есть специальный мусоровоз, который оборудован системой мойки. Мы в этом году, за летний сезон, мы уже помыли контейнера, ну, санобработку сделали контейнером в городе Евпатория. Это советский район. Но, опять же, так как это зона ответственности муниципалитета, то есть мы это делаем по заказу муниципалитета. И как часто производится такая помывка? По саннормам помывка должна быть раз в 6 месяцев. Ну, конечно, с нашей ситуацией овощи, отдыхающие, то есть, конечно, это надо делать чаще. Да, жара, то есть это все, это нам сегодня повезло с дождиком, а также у нас август. Ну, а я так понимаю, что вы как раз ответственны по всему Крыму. Вы отвечаете за абсолютно все площадки, потому что вот недавно в соцсетях были жалобы на ситуацию в Алуште. Там были переполнены контейнеры. Ну, понятное дело, туристы, они прибавляют количество мусора. Алушта, Ялта, это отдельный второй регоператор Альфатер, который обслуживает территорию Большой Ялты и Алушты. А по поводу роста накопления с нашими отдыхающими, да, туристов много. То есть мы пересматриваем по всем курортным поселкам графики вывоза. То есть если в курортных поселках, допустим, того же Евпаторийского региона графики вывоза были два раза в неделю, то сейчас они ежедневные по поручению главы. То есть мы пересматриваем это по всей территории Крыма, ну, соответственно, кроме Ялты и Алушты. То есть не наша зона обслуживания. Тот же самый вопрос по поручению главы республики в Черноморском районе, по-моему, было выездное. То есть составлен новый график по ликвидации несанкционированных свалок, которые не вошли в первый перечень, который был предусмотрен на первые полгода. То есть в новый перечень войдут все стихийные свалки, которые находятся в 500-метровой зоне водных объектов. Это не только море, то есть это любые водные объекты, где находятся. И, соответственно, 500-метровая зона индивидуального жилищного строительства, если рядом с этими несанкционированными свалками есть жилые дома. То есть это сейчас в приоритете. По поручению главы мы этот перечень подготовили. В зависимости от погодных условий сейчас приступим уже к реализации. Денис, вот меня очень интересует, что в итоге у нас в Крыму изменилось с тем, что пришел региональный оператор. То есть вы, вот какие конкретные действия? Только то, что стали урны мыть или еще что-то? Нет, самая главная цель организации и вообще реформы регоператоров – это был контроль над потоками твердых коммунальных отходов. Контроль в каком плане? Мы все знали, что у нас не всегда мусоровозы доезжали до полигона. То есть у нас не всегда проходила оплата в соответствии с действующим законодательством. То есть это безналичные расчеты. То есть люди понимали, они получали квитанции, они получали акты за выполненные работы. Те же индивидуальные предприниматели, юрлица. В данный момент из 11 полигонов, которые мы используем, 11 оборудовано весами. Все автотранспортные средства – это сейчас больше 320 единиц. Абсолютно новых – 120. Этого достаточно? Да, в данный момент этого достаточно, потому что у нас очень большая нехватка контейнеров и контейнерных площадок по Крыму. То есть как будут прибавляться контейнера, будут прибавляться контейнерные площадки. Все перевозчики у нас, которые выиграли конкурсы по 44 ФЗ, достаточно финансово состоятельные. То есть мы можем им давать поручение о покупке новой техники, если ее будет не хватать. И все системы оборудованной машины ГЛОНАССом. То есть мы видим путь нашего ТКО из контейнера до полигона. И, соответственно, факт оказания услуги не только населению, а нам, факт для оплаты нашему перевозчику – это заезд на полигон и акты взвешивания полигона мусоровоза. Денис, но, к сожалению, не хватает нам времени, чтобы обсудить такую обширную тему. Очень много вопросов остается. Спасибо большое, что сегодня к нам пришли. А напомню, у нас в гостях Денис Попко, директор государственного унитарного предприятия «Крымэкоресурсы». Мы двигаемся дальше. Хронограф чем славен сегодняшний день в ретроспективе?